Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и регулярный короткий новостной выпуск от No Mercy Radio. Огромное спасибо Андрею Ша, простимулировавшему его выход. Практически на каждом стриме программы по заявкам меня спрашивают, а что там у группы Стигмата. Вот что на днях выложил в своем инстаграме Тарас Уманский. Пока сложно это оценивать, но по крайней мере какой-то движ у группы явно происходит, и сам этот факт не может не радовать. Желаем парням удачи, надеемся, что и метальные рифачки в этой песне тоже будут. Вот отсюда даже лучше, наверное, начинать. А вы как думаете, откуда лучше начинать? Валийские металлисты Bullet For My Valentine выпустили еще один новый трек под названием Parasite, который подкрепили мрачненьким клипом. Звучит тяжело, бодро, малый барабан фигачит как сумасшедший и пробивается на свете. На второй с половиной минуте есть запильный соляк из разряда «Как я не люблю» в металкоре. Мэтт сказал Безусловно, это один из самых жестких треков, который мы когда-либо записали. Мы очень рады, что наконец выпустили его. Это уже второй сингл с нового седьмого альбома, который выйдет 22 октября. Песня, как водится, со злыми куплетами и вот такими по-хорошему попсовыми и припевами. Парни из московской поп-панк команды My Favorite Fold решили отменить писать только русскоязычные песни, выпустили новый трек под названием «Нет места» и сопроводили его вот таким муд-лирик видео. Были хоть раз мы настоящими, места нет для нас с тобой. Песня основана на личных переживаниях, про тех, кто не нашел себя, был не собой, про одиночество среди людей и про то, что не нужно сдаваться. Команда мне знакома, это хорошие ребята, они давно играют, у них это неплохо и со вкусом получается. Мы с ними несколько раз выступали вместе, музыка такая мне тоже близка. По-моему, получился хороший трек, молодцы. Нет для нас с тобой, место нет для нас с тобой. Душевную акустическую версию своего трека «No Way Generation», сопровожденную черно-белым клипом, выпустили горячо любимые мной чикагские старички из «Rise Against». Это акустическая версия заглавного трека со свежего девятого по счету альбома группы, который тоже называется «No Way Generation». Если кто-то еще не послушал, послушайте. А еще в этой песенке есть и женский вокал, поет его актриса и певица по имени Мэк Майерс. Первый за два последних года полноформатный релиз вышел у злых атлантских мужиков из группы «Атила». Пластинка называется «Clouge», состоит из десяти треков и стала девятой в дискографии группы. Команда в целом не в числе моих любимых, но то, что я успел послушать, мне понравилось. Ну а теперь главный вопрос, фрагмент какого же трека будет сегодня в рубрике с отгадыванием старого доброго? Пройдемся по-очевидному, если не сказать по-баянистому, короче, трек с альбома 2004 года. Кто смог вспомнить название команды и песни, напишите их в комментарии. Кто не смог, свои догадки пишите туда же. Их будет интересно почитать. Прошу прощения за, возможно, уставший вид и не самый бодрый голос. Чувствую я себя действительно неважно. Что-то никак окончательно не выздоровлю, этот выпуск снова записываю с температурой. Напишите в комментарии, как он вам и о каких новостях, по вашему мнению, стоило бы рассказать в следующем. Если у вас возникнет желание поддержать меня копеечкой, сделать это можно любым удобным для вас способом. По ссылке в описании, на экране есть QR-код. Вы тоже не болейте. Ну а пока, до новых встреч. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok